здравствуйте вы смотрите программу музея мани на телеканале русский мир мы с вами находимся в городе сергиев посад в музее советского детства меня зовут семён жильцов я являюсь основателем данного музея данном пространстве представлено более 4000 экспонатов 5 залов экспозиции и при входе он установлен вот такие игровые автоматы советского времени где вы сможете заветные 15 копеек погрузиться интереснейшую игру также у нас есть сувенирная лавка не сможете приобрести уникальные сувениры еще советского производства и те предприятия которые до сих пор сохранились выпускает ту самую продукцию заветные металлические конструкторы выжигательные аппараты неваляшку увести с собой в виде памяти назад и конечно же наши мастер-классы выжигание по дереву роспись по дереву уникальные оригами конструкторы вы сможете детьми собрать вместе и уникально погрузиться в тот период который был совсем недавно и вот мы с вами находимся в нашем музейном пространстве это первый зал где игрушки находятся для самых самых маленьких тот кто ходил в детский советский детский садик он наверняка вспомнит те самые игрушки заветные которых помнит самого далекого детства более подробно нашей экскурсия о наших игрушках о коллекции расскажет экскурсовод людмила добро пожаловать музей советского детства ребята вы попали сейчас волшебный город они просто в волшебный музей дело в том что город загорск это столица советской игрушки именно здесь у нас еще с 32 года работал единственный уникальный научно-исследовательский институт игрушки то есть ребята просто играли но на самом деле настоящий ученый коллектив создавал мир этого детства что же это за детство такое было в те далекие и недалекие годы я приглашаю вас в это путешествие а начнем мы с игрушек для самых малышей где-то от годика до трех вот на этом стеллажей они у нас расположены и здесь есть удивительные игрушки во первых они все цветные но на них нет краски они безопасны форма у них без мелких деталей ничего нельзя отломать и чем-то травмироваться но самое интересное половина игрушек которыми играли дети в то время были созданы на военных заводах дважды волшебно во первых то высокая технология этот качественный материал что шел на лучшее оружие мире тут же шел на неубиваемые игрушки а во вторых все заводы и фабрики имели сопутствующие товары безоста из остатков производства так вот если такими товарами выбирались детские вещи или игрушки их не облагали налогами 1959 год по образу и подобию русской народной ваньки встаньки начинается промышленный выпуск неваляшек да ребята это не древняя игрушка она только с 59 года существует и первые неваляшки стали выпускать на тамбовском пороховом заводе а это совсем не игрушка конец тридцатых годов двадцатого века это настоящая детская люлечка вот в таких кроватках и росли малыши в то время и конечно же вот к этим кроваткам прилагались коврики гобеленчики где-то с конца сороковых годов для того чтобы утеплить обуюте детские места в общих комнатах а мы все жили в общих комнатах появилась мода на ковры гобеленчики и каждый ведь мальчик или девочка прекрасно помню с кем встречал свой день и с кем провожал у кого-то олени у кого-то мишки у кого-то красная шапочка а у кого-то три богатыря воснецова здесь же прекрасно у нас представлены и погремушки того времени и стеклянные бутылочки которые выдавались на детских кухнях и чудо с ежиками детские горшочки вот такая люличная в нашем музее советского детства все мы помним мелкие игрушки уточки и вот таких пупсиков из целлулоида это не пластмасса это вулканизированная бумага опять-таки которая использовалась для изготовления взрывчатки а вот из остатков этого дешевого материала делали игрушки шарики для пинг-понка расчески линейки мыльницы а вот ленинградская фабрика красный треугольник была известна тем что изготовляла галоши противогазы резиновые лодки а вот из остатков вот такие чудесные гуттаперчевые игрушки таня все плачет и плачет а мячик все не тонет и не тонет конец сороковых годов и конечно же я хочу вас познакомить с этой девочкой знакомьтесь зинаида это все так деле резиновая зина резиновую зину купили в магазине резиновую зину в корзине принесли девочки 55 она как новенькая видно потому что еще чистили бензинчиком и керосинчиком это были достаточно дорогие игрушки они стоили по 40 по 50 копеек и конечно ребятишки очень берегли а вот фабрика номер один первая главная игрушечная фабрика в стране находилась не в москве у нас здесь загорске прямо за сергиевой лаврой и вот такую красоту создавали у нас в цехах игрушечной фабрики к 80-м годам у нас появляется даже собственный бренд загорская мальвина даже стишок был того в того времени мамы москвички тряслись в электричке чтобы отстоять в очереди и подарить своей дочери целый взрослый пошивочный цех работает на эту красавицу у нее и носочки и панталончики и юбочка и платьица а в коробку клали расческу и дополнительный наряд вот такая красота создавалась у нас в загорске плеяда талантливых художников графиков и скульпторов было собранным директором ленинградской фабрики игрушек знаменитая лен игрушка которая объединила в себе творцов создававших модели игрушек для ребятишек вот тут у нас как раз собраны несколько моделей известных авторов это аэлита силова ее пластмассовые и аленушка и мальвина известны каждому советскому ребенку это потрясающий лев сморгон который до сих пор многие десятилетия не только создает модели игрушек но и проводит мастер-классы и обучают новых творцов и я бы хотела об одном из художников сказать подробнее это лев самсоныч разумовский за свою жизнь он создал более 120 моделей игрушек и 80 из них были постоянно в производстве а вот одна из самых известных его игрушек это знаменитый карлсон который живет на крыше более старшее поколение здесь узнает актера спартака мишулина 1968 году астрид лингрен объявила конкурс на идеальное кукольное воплощение ее книжного персонажа со всех стран и континентов прибыло множество игрушек а победил карлсон льва самсоныча разумовского при встрече автор этих книг сказала художнику лев твой более добрый чем мой книжный персонаж мы играли идеальным кукольным воплощением добро пожаловать в далекие пятидесятые шестидесятые годы мы восстановили интерьерные комнаты того времени для того чтобы и таким образом по груди погрузиться в мир детства это ибо тут всех советских детей бабушки на кровать и радиола одновременно радио и проигрыватель когда открывалась верхняя крышечка и мы слушали музыку и первые сказки ребята это до виниловая эпоха это знаменитый толстые бьющиеся графитные пластинки но особым шиком было то если в семье появлялся новый член семьи телевизор знаменитый квен купил включил не работает как шутили над ним делали его на заводе в городе александров а в эту линзу каждый вечер наливалась вода из чайничка чтобы увеличивать изображение такие телевизоры были 12 на целый подъезд а то и на целый дом и люди ходили друг другу в гости чтобы посмотреть телепередачи не зря советских граждан называли самыми читающими в мире гражданами книжный шкаф или книжная этажерка была в каждой семье это и книжки малышки первая литература первая библиотека которая попадала в руки малышей книжки стоили от трех до пяти копеек и конечно в каждой семье поколениями их собирали а вот для мам и для бабушек всегда был уголок домоводство и рукоделие но каждая девочка мечтала получить свою мини копию маминой машинки подольск ручные швейные машинки выпускались на тех же предприятиях с той же самой раскраской из той же самой механикой и девочки с детства учились сначала шить пупсиком и куклам а потом одежду и себе и своим будущим детям если девочек воспитывали мамой хозяюшкой рукодельницы то мальчиков воспитывали созидателем материальных ценностей никаких бэтмобилей никаких лимузинов только то на чем работал батя и только то что видел мальчик на улице это настоящие машины их создавали на тех же завода где настоящий транспорт по тем же технологиям и из того же металла мальчик окунался в мир техники механики первых законов физики рабочих и строительных профессий все это всегда пригождалось в жизнь мальчики и девочки рожденные в 90-е теперь уже к нам в гости приводят своих мальчиков и девочек и конечно вот такая комната конца восьмидесятых девяностых годов она просто была необходимо в нашем музее когда появляются новая техника появляется новая мода на интерьер а самое главное появляются новые игры и игрушки появляются игрушки из-за границы также связи с тем что появляются цветные телевизоры и видеомагнитофоны уже сказки передачи музыкальные какие-то передачи входят к нам в дом и конечно же и детские фильмы первые наши электронные игры это и тетрис 90-х годов и знаменитая ну погоди восьмидесятых и конечно же первые игровые приставки такие как дэнди это все мир 90-х годов удивительно у нас вот такой вот есть лев это московская фабрика на съемках фильма знаменитого мэри поппинс до свидания принимал участие именно такая игрушка помните песню 33 коровы и жил да был бродобрей вот такой лев и был там в кадре у мэри поппинс а здесь у нас спортивный уголок каждый мальчик или девочка на уроках физкультуры обязательно занимались спортом а все спортивные секции по всей стране были бесплатные здесь у нас и 50-х годов лыжи походные и вот такие знаменитые лыжи детские которые одевались просто на валеночки и коньки двухполозные канатки фигурки чего только нет у нас все это было доступно ребятишкам но самое главное мы обязательно говорим каждому нашему гостю вы находитесь на родине олимпийского мишки в 80-м году на олимпиаде 80 был прекрасный символ так вот то чудо которое на шариках улетала со стадиона олимпийский махала всем еще лапкой и все плакали до свидания наш ласковый миша возвращайся в свой сказочный лес был разработан нашими инженерами в нашем институте игрушки захарьевым и навродским и оклит из определенной прорезиненной ткани у нас же здесь на заводе резиновых изделий а вот солдатиками у нас случилась удивительная история вы знаете у нас не было армии противника были богатыри и не было татаро-монгол были красноармейцы и не было белой армии и были советские солдаты никогда до начала 90-х годов не выпускали армии фашистов знаете почему а кто бы из советских мальчиков или девочек захотел играть против собственной страны в армии противника но есть у нас здесь и удивительные вот такие солдатики каждый кто придет в музей скажет как же так не было противника а рыцари в 1966 году знаменитому художнику лена игрушки льву разумовскому было поручено задание создать набор солдатиков ледовое побоище ну как без псов рыцарей и он справился так великолепно что единственный официально разрешенный противник среди армии солдатиков нас на территории страны были рыцари всевозможные объемные плоские оловянные пластмассовые рыцари а вот это еще одна история помните вот этих объемных 15 сантиметровых солдат донецкая фабрика завод игрушек дзе и в середине 70-х годов из сша были привезены молды то есть формы для отливания вот таких вот игрушек знаменитой фирмы луис маркс компани нашли небольшую фабрику заводик близ донецка который выпускал для местных ребятишек пластмассовые мелкие игрушечки обучили поставили и почти 10 лет наши мальчики и девочки имели счастье получать 7 наборов вот таких объемных прекрасных солдатиков это были неандертальцы египтяне римляне пираты рейнджеры индейцы и даже викинги а вот это ребята совсем не игрушка с начала 50-х годов на московском заводе москабель создавался мега конструктор пионерская железная дорога вокзал состав полотно это не продавали в магазинах это нельзя было купить централизованно отправлялась по всей стране во дворце пионеров и школьников где мальчики и девочки собирали подключали придумывали создавали ландшафт и усовершенствовали модернизировали то есть получали знания умения навыки и даже профессиональную подготовку почти сто лет назад на открытии своей выставки в москве знаменитый художник модернист василий кандинский сказал удивительные слова в искусстве можно все но нужно помнить что форма без содержания пуста и опасно так вот нам кажется что игры игрушки того времени удивительно гармоничны и они наполнены этическими эстетическими морально-нравственными и интеллектуальными знаниями умениями и навыками и дети получавшие вот такое воспитание получали шанс вырасти гармоничными людьми а вас мы приглашаем в наш музей ежедневно и семьями и компанией друзей с вами была людмила меркулова и программа музеи мания и и и